В России могут потерять работу 350 тысяч человек. Это связано с уходом иностранных компаний из-за войны. Об этом пишет РБК. На улице останутся те, кто работает в пищевой и химической промышленности, кто собирает автомобили, кто связан с лесной отраслью. Безработица затронет и смежные области, но эффект ее будет виден только через несколько месяцев. Только тогда можно будет понять, сколько людей действительно окажется без зарплаты. Работу потеряют люди во всех регионах страны, от Москвы до Коми и Курганской области. О том, как санкции уход западных компаний повлияют на безработицу, мы поговорим с профессором экономики в ИСЯНСПО, Сергеем Гуриевым. Сергей Маратович с нами уже на прямой связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Маратович, когда вы прогнозируете какой-то тотальный, большой, крупный кризис, связанный с безработицей. Об этом пишут на этой неделе совершенно все. Говорят, что в лидерах такие регионы, как Курган, и ставят в целом примерно на конец года, на пик безработицы. Вы согласны с такой оценкой? Сейчас вообще ничего нельзя прогнозировать, потому что непонятно, какие именно меры поддержки будет предпринимать правительство. В принципе, на всех у правительства денег не хватит, но правительство собирается действительно сделать достаточно много для того, чтобы сгладить эти шоки. Но в конце года ситуация будет действительно очень сложной, потому что много компаний уходит с рынка, много западных компаний уходит, российские компании сокращают производство, и вообще говоря, вот такой большой спад в экономике, который прогнозируется на уровне 8, 8,5, 10, 11, 12, даже 15 процентов ВВП. Это самый крупный спад, начиная с 90-х годов, поэтому, конечно, без роста безработицы не обойдется. Как все это отразится на ценах, на инфляции, на экономике в целом? Вы знаете, в нормальной ситуации, если Центральный банк не ведет себя сумасшедшим образом, а Российский Центральный банк сегодня – это очень компетентная организация, так вот, в нормальной ситуации спад в экономике, рост безработицы, на самом деле, оказывает отрицательное давление на инфляцию, то есть вместо инфляции вы получаете дефляцию. Вот когда над Владимиром Путиным смеются, что он говорит, что в России нет инфляции, на самом деле, за последние пару недель инфляция действительно снизилась до нуля, и в этом нет ничего неудивительного. Ничего удивительного. Когда падает занятость, когда падают доходы, люди покупают меньше, и цены перестают расти. Плюс к этому есть укрепление рубля, связанное в том числе и с огромным падением импорта, который упал вследствие западных санкций. Поэтому, действительно, цены могут больше и не расти. Они уже выросли на 20%, но это не означает, что они будут расти дальше. Вот этот самый спад в экономике, рост безработицы, на самом деле, может оказать очень серьезное, сдерживающее воздействие на инфляцию. Сергей, такой к вам вопрос, простите уж практически от новичков, наверное. Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку на 1,5%, с 11% до 9,5%. Вроде как не в первый раз, мы сейчас следим, конечно, внимательно за этой темой. Можете, пожалуйста, объяснить просто, что это значит? Да, это означает, что инфляция в российской экономике снижается. Процентные ставки ЦБ – это цена денег. То, по каким ставкам банки, коммерческие банки, могут взять деньги в ЦБ для того, чтобы потом дать деньги в кредит предприятиям или заемщикам, например, по ипотеке. И поэтому, когда ЦБ поднимает ставки, например, как он это сделал 28 февраля, когда он поднял ставку с 9,5% до военного значения до 20, это был сигнал того, что ЦБ зажимает денежную массу, перестает раздавать дешевые деньги, хочет, чтобы граждане перестали тратить деньги, а скорее несли их в банки под супервысокие ставки процентов. Помните, тогда ставки по депозитам выросли больше 20%, и ЦБ рекомендовал коммерческим банкам на самом деле привлекать деньги по супервысоким ставкам. Сейчас ситуация обратная, сейчас нет риска инфляции, и ЦБ, наоборот, снижает процентные ставки до военного уровня, чтобы поддержать этот самый спрос, чтобы люди брали более дешевые кредиты, пытались их тратить, чтобы люди не несли деньги в банк, а наоборот пытались потреблять. И в этом смысле вот это снижение – это лучшая доказательность того, что центральный банк, по крайней мере, сам центральный банк, не боится роста инфляции. Многие спорят, какой рубль выгоден Кремлю, слабый или сильный. Я понимаю, что вообще какие-то прогнозы относительно курса валюты делать, особенно в нынешнее спокойное время, ну, наверное, странно и не совсем прилично, но тем не менее спрошу, рубль будет расти или падать? Вроде бы расти ему больше некуда, потому что тот рубль, который укрепился до сегодняшнего момента, это реализация резкого спада импорта. Дело в том, что когда вас отрезают от возможности импортировать, то вам не нужны никакие доллары, евро и так далее, вы их все равно потратить никуда не можете. Вы не можете за валюту купить импортные товары, импортное оборудование, импортные технологии, и из этого следует укрепление рубля. Вроде бы все импортные возможности у России уже отрезали. Больше импорту падать некуда, вроде бы. И в этом смысле, скорее всего, рублю больше некуда укрепляться. Но предсказывать курс валюты, это, конечно, не очень благодарное дело. Почему, как вы сказали, российскому правительству или Центральному банку или российским экспортерам может быть не выгоден слишком крепкий рубль? Ну, как говорил Владимир Путин, когда рубль был слабый в 2014-2015 году, он говорил, что для бюджета хорошо, когда вы продаете нефть за доллары, а так как рубль слабый, вы получаете очень много рублей. И вот к этой реальности российские власти хотели бы вернуться, потому что при слишком сильном курсе рубля у бюджета возникают проблемы. Россия продает нефть, за нефть получают доллары. Если рубли слишком сильные, то за эти доллары можно купить слишком мало рублей. А Минфину нужно расплачиваться с бюджетниками, да и с российскими солдатами, наемниками в Украине рублями. Поэтому, конечно, для российского бюджета слишком сильный рубль не выгоден. Но, с другой стороны, конечно, хотелось бы российскому Центральному банку избежать паники. Той ситуации, которая сложилась на первой неделе после начала войны, когда вдруг стало понятно, что макроэкономическая стабильность разрушена. Сейчас мы возвращаемся к ситуации, где в стране будут падать доходы, падать производство. Например, производство автомобилей за год упало в пять раз, если сравнить производство автомобилей в марте 22-го года и в марте 21-го года, разница в пять раз. Если посмотреть на цифры по апрелю, то разница в шесть раз. И это ситуация, где, конечно, речь уже не идет о том, что происходит с курсом рубля или что происходит с инфляцией. Вопрос о том, с чего мы начали. Будут ли люди получать зарплату, будет ли у них работа, что произойдет в ближайшие месяцы. И каждый дополнительный месяц, конечно, будет приводить к тому, что в России будет все больше и больше проблем из-за того, что Россия действительно пройдет через спад производства, которого она не видела уже 30 лет. Сергей, ну вот смотрите. Падает покупательская способность россиян. Растут цены очень сильно. Уходят компании крупные. Уходят работодатели тоже крупные. Но при этом сегодня новые цифры, которые свидетельствуют о беспрецедентной поддержке Путина. Уровень одобрения деятельности его составляет 78,3%. О своем доверии Путину заявили аж 80,8% опрошенных. Практически как у Зеленского. Может быть даже больше. Как вы думаете, почему экономическая ситуация не влияет на восприятие войны и не влияет на уровень доверия президенту России? Вы знаете, и до войны российские граждане не всегда искренне отвечали на вопросы социологов. Есть самые разные методы измерения того, боятся ли люди отвечать на вопросы социологов или нет. В общем, и до войны были показатели того, что примерно 10% путинского рейтинга объяснялись тем, что люди не хотели честно отвечать на вопросы социологов. Но после того, как был введен закон о так называемых фейках, закон о дискредитации российской армии в 15-ти годах, который вы можете получить, и вы знаете, что это не теория, по всей стране идут дела, которые, видимо, закончатся многолетними сроками для тех людей, которые критикуют войну в Украине. Так вот, эта ситуация ровно показывает, что не нужно доверять никаким опросам. Когда вам за откровенный ответ на вопрос, что вам не нравится война или вам не нравится Путин, угрожает вполне конкретный срок, то, конечно, люди отказываются отвечать на эти вопросы или фактически фальсифицируют свои предпочтения. Есть такой термин по политологической науке, который относится к эпохе до падения Берлинской стены, когда вам задают вопрос, а вы говорите, я поддерживаю власть. Вот как в советское время рейтинг был 99% у коммунистической партии, только когда произошел переворот в 91-м году никто не вышел ее защищать. Поэтому не нужно сильно удивляться, не нужно доверять этим цифрам. в таком репрессивном режиме, который является современной Россией, эти опросы ничего не значат. Люди понимают, что по всей стране есть сотрудники ФСБ, сотрудники Центра Э, которым нужно выполнять план. При этом большинство российских оппозиционеров либо уже сидит в тюрьме, либо уехал из страны, поэтому они будут хватать простых людей. Как они их будут выбирать? Они будут выбирать их как тех, кто по телефону, даже по телефону, в том числе и в ответе на вопрос социологу сказал, я против войны и вообще считаю, что Путин нехороший человек. Конечно, большинство российских граждан понимают и не хотят этим рисковать. Мы в начале сегодняшнего разговора с вами вспоминали Эльвиру Набиулину. Я вспомнил вот что, тоже в контексте против войны. В начале этих событий, мы все помним эти кадры, она сидела в таком глухом черном платье, потупив взор и даже были вбросы в телеграм-каналах и некоторые западные медиа об этом писали, что якобы Эльвира Набиулина также против войны, она из либерального экономического блока нынешней российской власти. У меня вот такой вопрос. А как вам кажется, вообще остались в экономическом блоке либералы и кто сегодня в действительности руководит экономической политикой военной России? Вы знаете, зависит от того, что вы, словом, либералы. Если речь идет о том, что есть компетентность специалистов, которые не хотят, чтобы в России была бесконтрольная инфляция или крах банковской системы, то такие люди в российской власти есть. Именно поэтому в России сегодня нет бесконтрольной инфляции или краха банковской системы. Если в российской власти люди, которые понимают то, что для экономического роста необходимо не изоляция, а интеграция со всем остальным миром, что нужно привлечение иностранных инвестиций, а не война со всем остальным миром, что нужен импорт современных технологий и оборудования, что нужна свобода предпринимательства, а не доминирование так называемых силовых органов, так называемых правоохранительных органов. Таких людей в российской власти очень много. Есть ли люди, которые публично об этом готовы говорить? Нет. Потому что если вы выступаете на эту тему и говорите теми самими словами, с которыми мы сегодня с вами разговариваем, то вы сразу покидаете российскую власть. Иногда просто теряете работу, а иногда попадаете в тюрьму. Или вообще у вас какие-то начинания с проблем со здоровьем или жизнью. Поэтому не нужно удивляться, что так происходит. Но конечно в российской власти есть много людей, которые понимают, что то, что делает Владимир Путин ужасная новость для экономики, для экономического роста, для развития страны, для доходов граждан. Но эти люди считают, что у них есть выбор, они готовы продолжать работать в этом режиме. Я с ними не согласен, поэтому я, наверное, здесь, а не там. И что тут говорить. Могу только напомнить, что после 45-го года у многих людей, сотрудничавших с режимом, работавших на режим, работавших в коридорах власти, были проблемы. Потому что помогая вот такому репрессивному, диктаторскому, агрессивному и будем называть вещи своими именами фашистскому режиму, эти люди работают против интересов России, нарушают в том числе все мыслимые, немыслимые моральные правила, и, конечно, трудно им в этом посочувствовать. Как вы считаете, насколько сильно война действует, влияет на износ и на такую усадку российской экономики? Пока что война не уничтожила российскую экономику в том смысле, в котором, например, Николас Мадуро уничтожил венесуэльскую экономику. В Венесуэле за несколько лет ВВП сократился в 4-5 раз, из страны уехало 20% людей, те, кто остался, сталкиваются с проблемой недоедания. Производство нефти сократилось, несмотря на высокие цены на нефть, это типичное следствие некомпетентности режима Мадуро. Но в России все совершенно не так, и, как я уже сказал, в России, видимо, будет огромный спад производства в этом году, беспрецедентный за последние 30 лет, но это не означает, что уровень жизни сократится в 2 или 4 раза. Нет, он сократится на 10, у кого-то может быть на 20%, но вот такой катастрофы не будет. Но то, что верно, что теперь всем понятно, что в России нет никаких шансов на развитие, вот этот самый экономический рост, о котором Путин много лет говорил, он не состоится в ближайшие годы ни при каких обстоятельствах. Для экономического роста нужна интеграция со всем миром, нужны в том числе западные инвестиции и технологии, этого не будет. Россия будет чем-то вроде ДНР при Китае. Вот ДНР за последние 8 лет не стала локомотивом мирового экономического развития, по понятным причинам. И вот теперь Россия будет вот такой китайской ДНР. Вот как ДНР была при России 8 лет, так теперь Россия будет при Китае. Естественно в такую страну не будут приходить современные инвестиции, здесь не будут создаваться высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Редактор субтитров